Номер пять за шестнадцатый год Оправдываться я не буду, что там в задержке выпуска газеты Я писал, что справа за собой прекратит выпуск газеты Потому что у меня другие интересы появились Будет возможность, буду продолжать, не будет возможности Ну и значит этот проект отложим на более лучшие времена Значит тут я как раз рассказываю о том, что я участвую в программе Таблетка на первом канале со Стасом Садальским Ну программа такая в пользе А именно приходит на программу человек с проблемой Как правило он уже лечился многократно у врачей Вот в данном случае трофическая язва Толку никакого она только еще больше стала Значит со стороны там народной медицины Пришел врач, который нашел метод Как от нее избавиться и так далее То есть легко и просто все это делает Рассказывает о нем Вот и потом спрашивает человека больного Это трофическая язва Ну что вы будете делать Он опять говорит О, пойду в больницу Ну ладно Ты уже там был в больницу Там тебя пролечили несколько лет Толку никакого Ну ладно, лечись дальше Пока у тебя эту ногу не отрежут Или сама не отпадет Ну то есть никаких выводов полезных не делается А так лишь бы, лишь бы, лишь бы Ну вот как раз вот фототрофическая язва Вообще ужасная вещь Все это можно лечить Но, но Почему? Почему вот до этого состояния уже доведено? Где наша медицина? Естественно человек обращался Ну вот такое вот лечение Поэтому как лечить? Что делать? Та-та-та-та-та-та Тут одно антиоксиданты Вот знаете, вот засела Было сначала Модное слово витамины Потом это слово значит Заменили Как бы сказать не заменили А нашли другой антиоксиданты С помощью этих антиоксидантов Ой, тут что-то такое сделается Нет Ничего не сделается Важно Грамотно Работать со своей жизненной силой Наш организм Система Самовосстанавливающаяся Важно Поставить Создать такие условия И поставить организм В эти условия Для того, чтобы он начал Самовосстановление Создать эти условия Вот это все Лечение Исцеление Нет Это не делается Потому что это делается С помощью Изменения Образа жизни Мышления Питания Двигательной активности В конце концов Распорядка дня Вовремя ложиться Вовремя сплоть Нет Ничего Это не делается Вот Используйте Мазь такую Секу И так далее И все Так А вот тут я уже начал Познавательно Практически Значит Раздел В котором выкладываю В котором выкладываю Календарь Меня заинтересовало Почему тот или иной день Принадлежит Ну Назван Честь Того или иного святого Заинтересовало Чем этот святой Прославился Что он сделал Такого Что его В этот день Поминают И естественно Дальше Какие Народные Приметы Обычаи Вот для того Чтобы этот день Был таким Знаете Ну Хорошо прошел То есть Народная мудрость Она заключена В календаре И вот Я начал Это все дело Исследовать И Вылаживать Для того Чтобы Получился Такой Календарь Народных Примет И В случае чего Вы могли Обратиться В этот день К тому или иному Святому С помощью И вот Как раз Май Месяц Работа Была Долго Я Практически Весь Тот Год И был Занят Вот этим Календарем Потому что Я вначале Не мог Найти Как его Изложить Потом Любой Материал Он должен Что-нибудь Понимаете Он-то там Есть Но надо Проверить Насколько Он соответствует Истине Потому что В интернете Там работают Ну будем Говорит Так Люди Которые Мало В этом Разбираются Им дали Задание Вот собрать Там Материал Чтобы вставить Там допустим В месяц Май Они-то там Со своего Собственного Умка Что-то Собрали Вставили Они где-то Даже Не понимают Что это Материал Они могут Переврать Слова Ну Очень много Поэтому Мне пришлось Все это Как бы сказать Проходить Заново Переосмысливать Добавлять И Делать Так Как Ну Как оно Должно Вообще Быть Ну Как я Считаю Вот Так У нас Время Есть Значит Вот И как раз Целый Май Излагаю Ну Вот Почитайте За май И Можно Действовать В соответствии С рекомендацией Соответствующего дня Допустим 21 мая День Ивана Богослова Значит Назвом Честь апостола Евангелиста Иоанна Иоанна Богослова Что Делал Народ Раньше В это Время Пекли Специальные Пироги Которые Не ели А раздавали Прохожим А перед этим Молились Чтобы встретить Хорошего Человека С которым Можно Было Разделить Трудовой Хлеб Если Попадался Какой Либо Бедняк Или Странник Это Считалось Счастьем И Милостью Божьей Если Не Было Никого То Скармливали Пирог Птицам Чтобы Не Накликать На себя Беду И Произносили Специальный Заговор Продолжались Работы В поле Приметы Если День Погожий Летом Грибов Немного Будут Если Дождливый Грибов Будут Много Черемуха Обильно Цветует Летом Будет Дождливым И так Далее И так Далее То есть Вот Очень Интересная Вещь Получалась Я Думаю Следовать Вот Этому Календарю По крайней мере С утра Раз Загляну Что там Что там Как там И кстати Я думаю Думаю Открыть Следующую Значит Рублику Это как раз Вот День за днем Изложить Вот Весь этот Календарь Чтобы Можно было Там Послушать Можно Не почитать А посмотреть Очищение Энтеросорбентами То есть Веществами Которые Внутри Нашего Кишечника Впитывают И связывают Различные Вредные Вещества И Выводят Из Их Из Организма Они Могут Также Связывать И Эти Микробы Грибки И в любом Случае Когда человек Использует Энтеросорбенты Но его Самочувствие Улучшается Значит Как это Приготовить Что делать Здесь Точка Желудка На левую шну Раковину Которую Следует Массировать При тошноте И Другие Полезные Указания Так Опыт Применения Мой опыт Применения Активированного Угля Я где-то Пропил Довольно-таки Много Этот Активированный Уголь И Очень Доволен Какая Дозировка То есть Одна Таблеточка Должна быть На 10 кг Веса Тела Значит Если Я вешу 100 кг Надо Применять 10 Таблеток Ну и Реклама Почему Полезная Вода Полезна Зачем Ее Пить Об Этому Я уже Неоднократно Рассказывал Рассказывал Продолжение следует...